...механизм, спонтанно выражение, ослаблась в мире. Сегодня и завтра. Сегодня я буду рассказывать вам про то, как это реализуется в стандартной модели. Завтра я покажу вам некоторые примеры, как фельдцевский механизм реализуется в не стандартной модели. Опять как там в экзотических и медицинских кроевах. Загружается? А то самое, мы не будем пользоваться экраном? Не будет. Дима сказал, что как настоящий мужчина, я думаю... Он будет срисовывать оттуда. Творческий периодопад. Значит, смотрите, вот я сказал слово стандартная модель. Давайте сразу объясню, что это слова такие. Посмотрите. Какой он настоящий мужчина? Совсем без лотбора. Совсем без лотбора. Стандартная модель это та теория, которая описывает практически все наблюдающиеся эффекты в мире элементарных частиц. И по стандартной модели у нас отношение такое, чувства такие, противоречивые. С одной стороны мы ее очень любим, с другой стороны мы ее очень не любим. А вот для того, чтобы доказать, что мы ее очень любим, давайте я вас спрошу, как вы думаете, сколько Нобелевских премий выдали за стандартную модель? Ну, если более точно, за открытие частиц, взаимодействий и других явлений, которые есть в стандартной модели. Ну, у меня список есть на память этих нобелевских премий. Ну, на самом деле, там, 20-30-х годов, да? Ну, разница есть там? А, разница есть там? Да, должен быть. Ну, у меня список есть на память, этих имен не помню. И годов строили. Вот, то есть, на самом деле, действительно, очень такая трюль, которую долго строили. Фактически за каждую частицу давали Нобелевскую премию. И наконец построили, да? Что? И наконец построили. Почти. Еще будет Киксовский базон, за который тоже зовут Нобелевскую премию. Извините. Да, и еще задавленные тризы должны дать. Так что это снова будет увеличиваться. Вот, с другой стороны, вот эта теория, она уже набила Нобелевскую москомину. Потому что, ну, мы понимаем, что она не должна быть окончательной теорией взаимодействия элементарных частей. Она должна быть частью какой-то более глубокой теории. Что это за теория, пока неизвестно, но она должна быть. И более того, есть даже такие ощущения, что эта теория, новая, более глубокая теория, более фундаментальный пласт реальности, должен проявляться при энергиях вот-вот уже почти что доступных на ускорителях. И вот это ожидание тянется уже десятки лет. Мы ждем, что вот-вот сейчас начнем видеть что-то новое, какую-то физику за пределами стандартной модели, и ничего не видим. И это уже надоело. И поэтому в физике, как, не знаю, голодные люди, уже бросаются на каждый эффект, который хоть на пару-тройку сигм отличается от стандартной модели. Последний год, так вообще ситуация там немножко изменилась, потому что на этого тройде там сразу три или четыре эффекта за пределами стандартной модели, вроде бы, на уровне трех-четырех сигм начинают видеть. И это порождает там, не знаю, несколько статей в день теоретические, которые пытаются это объяснить в разных моделях. Вот, то есть стандартная модель, она работает, она прекрасно практически все описывает, но одновременно она нам уже совсем надоело. Такая вот ситуация. Значит, давайте немножко чуть серьезнее расскажу, что такое стандартная модель, что в нее входит. Значит, стандартная модель это теория, которая описывает взаимодействие в фундаментальных фермионах ток с другом. То есть у нее есть частицы, значит, это фундаментальные фермионы, ну давайте я снова напишу. У это квартик, УДСС, это Б. Вот, это лектоны, нейтрино-электронные, да, нейтрино-мионы, нейтрино-тау, нейтрино-электронные. Они прекрасно все, так вот красиво организуются в три поколения. Между ними имеются силы. Это электромагнитные силы, это слабые силы, сильные взаимодействия. Гравитацию мы не трогаем. Гравитация к микромеру, как мы считаем, пока не принадлежит. Значит, я вот сразу скажу, что на самом деле стандартная модель это скорее теория взаимодействия, чем частицы. Частицы мы можем постулировать и вводить, да. А вот что существенно более интересно в стандартной модели, это то, как мы описываем силы. Вообще, если говорить так со стороны, то когда мы пытаемся описать наш мир, мы на самом деле не знаем, мы прямо не описываем наш мир. Мы строим некоторые теории, проверяем их следствие, все вводим, а потом смотрим, какие из этих теорий хорошо подходят к нашему уроку. Это надо всегда помнить, когда мы строим теорию. То есть у нас есть некоторая свобода построения. Когда мы строим теорию, мы должны ввести частицы и ввести силы. Казалось бы, это тот минимум, который мы должны сделать. На самом деле стандартной модели есть такая штука, называется калибровочный принцип. Те взаимодействия, которые мы вводим, мы не вводим руками, мы их не постулируем. На самом деле мы постулируем некоторую более простую вещь. Мы говорим, что вот есть частицы, и у них есть интересная симметрия. То есть нечто не меняется, когда мы делаем такие преобразования с частицами. И отсюда автоматически следуют силы. Понимаете? Они автоматически неизбежно следуют, если мы постулируем симметрию относительно разных типов преобразований. Это очень важный факт, потому что он и вычислительно позволяет много сразу что там получить, но и ощущается он приятнее. То есть вместо того, чтобы постулировать, мы на самом деле как бы выводим силы. Ну, какие, значит, есть взаимодействия в стандартном модели? Есть электромагнитное, и оно описывается как симметрия относительно, я вот потом расскажу подробнее, преобразований с группы U1. На самом деле там немножко сложнее. Давайте так. Я сейчас буду рассказывать про то, как выглядит стандартная модель, ну, грубо говоря, при очень высоких температурах. Когда у нас действительно есть симметрия очень большая, очень высокая. Там у нас нет по-настоящему электромагнитных взаимодействий. Там есть некоторые взаимодействия с группой U1. Есть другие взаимодействия с группой SU2. И есть еще в взаимодействии цветовые, сильные взаимодействия с группой SU2. Вот про квантовую динамику, про эту часть теории, которая описывает цветовое взаимодействие между квартками, рассказывал Андрей Грузов. Вот эти вот все группы, они чувствуют, да, они чувствуют частицы, когда они преобразуются к этим представлениям, по этим группам, они чувствуют некоторый заряд, скажем так. Некоторую свою характеристику вносит. Вот здесь вот вон вносится характеристика. Называется гиперзаряд. Здесь SU2 группа, она приводит к взаимодействию только левополяризованных, левых фермионов. А есть цветовая группа, цвет. То есть для каждого типа из этих взаимодействий есть своя характеристика, которая чувствует это взаимодействие. Значит, дальше. Вот если теорию так формулировать, абсолютно симметрично, я там дальше нарисую Лагранжан. Да, Лагранжан, к сожалению, придется нарисовать, потому что все-таки это теоретически легла. В общем, вы увидите, что на самом деле в такой теории такая теория очень не похожа на окружающий мир. Потому что в этой теории фермионы будут безмассовые, и вообще будут вот эти вот частицы, переносчики этих взаимодействий будут безмассовые. А в нашем мире такого нет. Поэтому мы говорим, что в нашем мире вот эта симметрия, которая здесь есть, вот эта вот особенно симметрия, как бы особенно фокусироваться вот на этой части, которая называется электрослабая симметрия, она нарушена. Но она нарушена, мы говорим, спонтанно. Это самый простой способ, чтобы одновременно сохранить красивую теорию и объяснить некрасивый мир. То есть явление мир несколько более некрасивый, чем вот эта теория, которую мы построим. Эта симметрия нарушается спонтанно. Есть разные механизмы, как это нарушать. То есть это вот неизбежный факт. Если мы уж хотим начинать строить электрослабые теории, то нам надо нарушить спонтанную симметрию. И вот тот механизм нарушения электрослабой симметрии, который называется хиксерский механизм, это и есть последний кусочек, который нужен для стандартной модели. И одновременно это может быть первый кусочек, который позволит нам взглянуть куда-нибудь за пределы стандартной модели. Потому что это как раз то место, где все предыдущие эксперименты пока почти что не ограничивают. То есть там есть большущая свобода выбора. Теоретики придумали сейчас десятки, может быть, даже больше вариантов этого механизма спонтанного нарушения электрослабой симметрии. И мы ожидаем, что LHC расскажет нам хоть что-нибудь, а значит позволит нам взглянуть куда-нибудь за пределы стандартной модели. Я даже боюсь представить, сколько публикаций в день тогда будут теоретики выдавать, если действительно обнаружится что-то такое существенно новое. Значит, смотрите, в стандартной модели есть самый простой способ нарушить электрослабую симметрию. Это называется минимальный хиксерский механизм. То есть механизм Хикса это самый простой способ нарушить электрослабую симметрию спонтанно. И про него я сегодня буду вам говорить. На следующей лекции я буду говорить про разные не минимальные варианты хиксовского механизма, которые чуть более сложные. На самом деле я перечислю далеко не самые сложные варианты, где гораздо более хитрые, гораздо более экзотические варианты нарушения электрослабой симметрии. Ну, про них я особо не буду говорить, я там парочку ссылок вам дам. Значит, давайте теперь расскажу, что такое хиксовский механизм на примере, который гораздо проще, чем стандартная модель. На примере массивной электродинамики. То есть это называется Абелева хиксовская модель. Значит, слово Абелева, ну, это как в теории групп, есть Абелевая группа, не Абелевая группа, да? Абелевая группа, это группа, которая коммутирует друг друга, в общем, это группа У1. То есть я сейчас напишу вам Владленджан, в котором будет вот эта симметрия, а потом захочу поиздеваться над этой моделью, и попытаться построить такую же модель, но только с массивной частицей, переносчиком этого действия. Ну, самая простая теория, которую вы знаете, которая имеет вот эту симметрию, это называется квантовая электродинамика. Ну и давайте напишу Владленджан, квантовая электродинамика. То есть там, вы знаете, есть электрон. Да, я пока что буду писать только электроны и фотоны. Больше мне ничего не надо. Такие другие частицы хотя бы не нужно. Значит, вот это вот то, что описывает кинетический член фотонного поля. Вот это электронный максимум. И потом, значит, я напишу. Давайте так, сначала я пока что напишу просто. Значит, сразу обозначение. Значит, fµ, ну, вообще, это здесь стандартная, да? dµ, aµ, fµ, dµ, aµ. Итак, поля у нас это электронное поле аµ и спиннерное поле ψ, которое описывает нам электрон. Вот у этого Владленджана есть очень красивая симметрия. Но, прежде всего, вы видите, что, во-первых, есть так называемая глобальная U1 симметрия. Глобальная U1 симметрия означает следующее. Если мы берем комплексное поле c от x и меняем его на поле, которое отличается только общей фазой, не зависящей от x, вы видите, на самом деле практически никаких изменений в этом Владленджане нет, да? Потому что сюда вот подставляем e в степени и α, сюда подставляем. Это сопряженное умноженное на гераховскую матрицу, поэтому просто e в степени минус α, получается, это все сокращается. То есть видим, что вот этот Владленджан, значит, вся теория у нас имеет вот эту глобальную U1 симметрию. Глобальная означает, что вот эта сдвижка фазы α не зависит от точки. На самом деле, вот этот Владленджан специально так построен, чтобы иметь и более сильную симметрию, более хорошую симметрию. Локальную U1 симметрию. Локальную U1 симметрию, это же симметрия, в которой мы можем вращать фазу спиннерного поля в любой точке пространства, вообще независимо. Главное, чтобы Владленджан был альфа-текс. То есть мы можем действительно, понимаете, мы делаем на самом деле сейчас очень естественную вещь. Мы строим теорию, в которой есть какие-то комплексные поля. Но мы не видим комплексных вещей в природе, в обычной жизни. И поэтому мы говорим, что от вращения комплексной фазы, на самом деле, вывода теории не должно зависеть. Желательно, Владленджан не должен зависеть. Вот это очень естественное требование. То есть мы ввели слишком много и требуем, чтобы вот эта лишняя степень свободы, грубо говоря, почти ничего не зависит. Оказывается, что... А, да, я еще здесь не написал вот это dμ, да? Значит, dμ, который здесь... Самое главное. Да, да, да. Ну, поскольку заряд электронного мне считается минус е, да, то я вот здесь напишу пинс, да? Амин, да? Вот это dμ стоит здесь внутри. Она содержит два слагаемых. Первая слагаемая – это производство, а вторая слагаемая – это поле амин. Вот это поле амин приводит к взаимодействию, оно взаимодействует с Пси и Пси с четвертым. То есть оно приводит к взаимодействию между электронами и фотономами. Так вот, когда я сейчас постулирую, что у меня вся теория должна быть симметрична относительно фазовых вращений независимых артезов, то оказывается, что утевит ладранжан как раз и дает нужную симметрию, и он автоматически порождает нам вот это взаимодействие. То есть без вот этого требования взаимодействие можно было и не вводить. Вот это поле вообще можно было бы убрать, и у нас был бы свободный ладранжан. А если мы выкладываем это требование, то тогда взаимодействие должно развлекать. Как такое получается? Для того, чтобы это увидеть, надо, чтобы одновременно с этим преобразованием как-то преобразовывалось вот это поле амин. То есть, видите, мы говорим, что у нас не просто вращаются везде фазы, но одновременно немножко сдвигается поле амин. Двигается оно вот так, что амин превращается в амин штринг от х, который отличается от амин на движку. Дмин. Здесь литераштам альфа от х. Значит, для чего это все нужно? Смотрите, вот здесь вот стоит производная. Дмин, производная по координатам. И она действует на функцию ψ. Вы можете себе представить, что если сейчас я ψ заменил вот на эту штуку, то здесь у меня есть две функции. Сама ψ и альфа от х. Представляю, что я поставил вот это вот сюда. И эта производная, которая здесь стоит, она будет действовать как на это, так и на это. Неизбежно. Если бы мы дополнительно ни какое там поле не вводили, то тогда никакой инвариантности не было, потому что было бы производная от этой штуки. А теперь вот эта дополнительная производная убивается, потому что есть дополнительная слагаемость здесь. И поэтому вы можете потом убедиться сами, просто поставив все и продиференцировав руками, то этот Лагранжан остается инвариантным. Относительно таких преобразований одновременно и спинертного поля, и электромагнитного поля. Ну и f-меню она тоже сама по себе, видите, не меняется. Потому что когда вы сейчас прибавляете вот такую штуку, то она и здесь, и здесь дает одинаковый вклад, поэтому и сокращается. Поэтому у нас вот этот Лагранжан, получается, имеет такую инвариантность. Значит, смотри, это все хорошо, а теперь я вот говорю, я хочу построить немножко более эстетическую модель. Пусть у меня будет то же самое взаимодействие электрона с фотонами, но пусть у меня фотоны будут массивные. И положим, я захотел построить такую штуку. Значит, что значит фотоны массивные? Это значит, что у них появляется флагаемая пропорционально величине амил, а не флагаемая в Лагранжан. Ну, если это будет точно, мы писали просто массу этого поля в квадрате, да? Но если я подставлю вот эту штуку в Лагранжан, то я сразу вижу, что оно явно нарушает калибровочные варианты. Потому что у меня поле сдвигается, и ничто не компенсирует этот спик. Получается, вроде бы, просто так вставить массу в теорию нельзя, сохранить при этом калибровочные варианты. А я все равно хочу построить теорию калибровочным вариантом, точнее сформулировать ее изначально калибровочным вариантом способом, так, чтобы у меня в конце концов потом получилась масса фотонов. И как это сделать, на этот вопрос отвечает как раз фиксовский механизм. Значит, делается таким образом. Вот, Диме это не нравится, мы же шпадем. Да, мы вводим еще одну сущность тут. Но, как потом увидите в стандартной модели, мы вводим всего лишь одну сущность, которая решает несколько проблем. И это не так уж плохо. Значит, сущность, которую мы вводим, это скалярное поле. Мы говорим, что кроме электронов, кроме фотонов, существует некоторое холи еще. Нет, здесь. Столок живет в нашей мире. Вот, у этого холи есть какое-то взаимодействие, то есть у него есть какой-то, скажем, заряд, то есть есть какое-то взаимодействие с фотонами. Взаимодействие с фотонами осуществляется тоже стандартным образом в соответствии с калибровочным взаимодействием. То есть вообще калибровочное взаимодействие, оно очень стандартным образом показывает, куда, что надо дописывать, чтобы получилось вот это взаимодействие. Вот. То же самое D, которое, правда, сейчас немножко иначе поедем, не важно, значит, действует на Пси, оно подводится по модуле в квадрате. Вот это слагаемое, которое нужно добавить в Лагранжиан для того, чтобы получить кинетическое, кинетический член, да, кинетическую энергию, поле Фи. Ещё поле Фи взаимодействует само собой. Ну, такое вот оно, оно чувствует само себя. Значит, пишут минус потенциал, что зависит от самого поля Фи. И давайте сначала я пишу простейший вариант этого потенциала. Простейший вариант такой, когда я пишу, конечно, μ в квадрате. μ в квадрате, а здесь у Фи, по-моему, стоит 3 по модуле в квадрате. Давайте посмотрим сначала, что нам такая теория даст. Но если вы изучали основу квадратеории поля, то здесь вы видите просто массивное скалярное поле, без взаимодействия. Это поле взаимодействует с электронами. То есть, на самом деле, такая теория ничем почти не отличается от обычной квадратовой электродинамики, только здесь добавляется еще и заряженное скалярное поле. И фотон при этом остается без массы. Вот эта величина μ в квадрат как раз дает нам массу вот этого нового поля Фи. А теперь я возьму более сложный потенциал. Здесь минус я напишу, а здесь я напишу четверичное слагаемое. λ, ψ, ψ. Смотрите, такой сок в лагранжане уже не квадратичен по полям, имеет более высокую степень. Это значит, что в уровне движения у нас нарушается принцип суперпозиции. То есть поля начинают взаимодействовать друг с другом, они мешают. То есть это настоящий уже взаимодействующий скалярное поле. И самое интересное, что из-за этого знака минус, минимум у этого потенциала находится вовсе не при ψ равном нулю, а где-то сбоку. То есть вот эту функцию вы можете представить себе. Давайте сначала немного луговичнее подключим. Сейчас я напишу, где минимум находится. Для начала я введу две других степени свободы. То есть вместо ψ , которая есть комплексное поле, я введу два вещественных поля. Я пишу их хорошо. Х на поле есть 2. ψ , не в степени и ψ . Где ψ и ψ, ну это просто модуль, грубо говоря, и фаза, но на уровне полей. То есть и то, и то. Это есть вещественное поле. И вместе как раз нужна степень свободы получается. Нужно количество степеней свободы. Если сейчас вот это выражение подставлю в потенциал, то я увижу, что у меня из потенциала си исчезает совсем. Потенциал у меня просто получится минус, квадрат пополам, φ в квадрате, потому что φ это вещественное поле, плюс λ на 4, λ на 4. То есть из потенциала поле φ ушло совсем, остается поле φ. Ну и видим, что если я сейчас хочу посмотреть состояние с минимальной энергией. Что значит минимальная энергия? Значит пишем гамильтониан, и потом находим такое состояние, которое во всей Вселенной дает минимум гамильтониан, то есть минимум энергии. То оказывается, что минимум получается, когда во всей Вселенной разлито, вообще по всей бесконечной Вселенной, не только в таком тевесте, разлито однородное поле определенной надвиженности, которое дается минимум этого потенциала. Минимум этого потенциала может быть специально, но примерно равняется φ в квадрате, равняется квадратом. Вот так мокрое. А на следующем поле? Снаружи очень мокро, а ты ищешь скалярное поле? Смотрите, понимаете, скалярное поле очень хорошее, потому что если мы двигаемся с постоянной скоростью, мы его все равно не чувствуем. Поэтому главный двигатель с постоянной скоростью. Я потом расскажу вам сами все это. Постаньте. Значит, вот этот феноль, это вакуумное среднее, называется вакуумное среднее, значение по вакууму, которое минимизирует потенциал. Ну это уже определение вакуума скорее, да? Да. Значит, давайте теперь подумаем, где осталось у нас поле Кси. Вопросы? А в зависимости от Х это есть? Фе от Х здесь нету. Здесь нету. Потому что, смотрите, в принципе, вы можете написать Фе от Х, но тогда у вас... Фе от Х, которое как-то меняется от Х сам. Тогда это поле отличается... Пусть у меня Фе от Х меняется именно от Ха. Тогда у меня это поле слегка больше среднего, слегка меньше, среднего в разных точках по Х. Это значит, что потенциал будет чуть выше, чем минимум в этом месте. То есть получается такая конфигурация, которая не самая минимальная. Насчет хроничных условий на Фе зависит, да? Слева-справа. Ну, это бесконечная смысл какая-то. Да, это не принципиальная. Нет, это не принципиально, конечно, стоит. Смотрите, вот если у нас есть Фе 0, то эту штуку сейчас мы можем просто тупо переписать как? Рамзе на 4. Фе квадрат от Х минус Фе 0 квадрат в квадрате. Здесь нет постоянной величины, которая не любит, но мы полагаем равным лицом. На самом деле, понятно, что, пока мы гравитацию не трогаем, мы имеем право всегда сдвигать полный метр. Вот поэтому, потому что нет. То есть, минимум потенциала достигается тогда, когда во всех точках пространства Фе текс равняется Фе 0. Если в каких-то точках Фе текс отличается от Фе 0, хоть немножко где-нибудь, получается все равно дополнительный метр. То есть, это не низшее состояние. Скажем, состояние, когда поле везде на нулю, то, что Семен Исаакович так хочет, на самом деле это дает жуткую плотность иначе. Потому что поле будет везде сильно отличаться от Фе 0. И это не очень хорошо. Так вот, что я хочу сказать? Я хотел спросить, где у нас остается поле в Си? Из потенциала оно исчезло. Но оно не совсем исчезло будет у Лагранжиана, потому что оно все еще остается здесь. Если мы сейчас аккуратно напишем тут послагаемое, что ты там написал, Dμ. На самом деле, я не написал, что такое Dμ. В случае, когда кавариантная производная действует на поле Q. Ну, считаем, что у поля есть какой-то свой заряд Q, поэтому Dμ у нас, скажем, для производства так, Dμ равняется Dm-IQA. Вообще говоря, здесь всегда стоит заряд, но заряд того поля, к которому цепляется электромагнит. Значит, если теперь мы подействуем вот этой штукой на наше поле, это да? Давайте просто сейчас потишем. У нас остается единственный звук. Мы можем сначала продифференцировать Φ, потом мы можем продифференцировать Φ, которая вылезает из экспонента Φ, Dμ. И мы дописываем вот эту флагаму, которая есть. Я бы пишу так. Минус QA. Все это домножается на Φ и на экспонент. Здесь Дм. Если честно написать производим, то так вот она у нас получится. И вот эта вещь возводится в квадрат, и она подставляется сюда. То есть, как бы, на первый взгляд, это поле ксенебле не исчезает. Но на самом деле теперь вспоминаем, что у нас есть колебровочная симметрия. То есть симметрия относительно преобразования фазы в разных точках пространства вообще практически независима. И вот эту симметрию мы имеем право использовать до того, как мы спонтанно нарушаем сейчас. То есть до того, как мы пересчитываем вот эти все штуки. Значит, использование ее означает, что одновременно с вращением электронного поля, одновременно со сближкой калибровочного поля, мы также можем сдвигать и поле Ψ. То есть поле Ψ может сдвигаться на некоторую свою фазу. Значит, эта фаза, она там описывается как E на Q на α. То есть нужно дополнить те колебровочные преобразования одновременно еще и сдвижкой фазы поля Φ. Вот смотрите, видите, у нас появляется свобода без изменения теории, используя ту симметрию, которая у нас была в теории, изменять фазу из этого поля Φ. В любой точке это будет почти независимо. И это значит, что мы всегда можем подобрать, сделать такое калибровочное преобразование, которое полностью убьет нам поле Ψ. Помните, оно стояло в виде фазы здесь. Это было некоторое поле, некоторая динамическая степень свободы, которую, однако, мы удлились убить, подобрав правильное калибровочное преобразование, то есть правильную функцию А. Почему там Е на Ку возникло? Ну, потому что заряд у поля Φ у нас в этом заряд Ку, а у этого заряд куда нет? Но мы же сейчас только с полем Φ работаем, правильно? Нет, калибровочное преобразование надо сразу со всеми частицами делать. То есть альфа пола определенных диалектов. А, потому что альфа диалектов. Поэтому вывод получается такой, что используя ту симметрию, ту свободу построения, которая изначально была заложена в нас в теории, мы всегда можем прибить вот эту фазу. То есть всегда можем выбрать поле Φ, большую вещественную во всех точках пространства. То есть вот эта степень свободы Φ, которая у нас раньше была, она фактически исчезает. При этом мы действительно уже не фиксируем калибровку в том смысле, что мы получаем четкое определенное калибровочное преобразование. Все, после этого у нас уже не остается свободы калибровочных преобразований. Но это позволяет нам убить эту Φ. Если мы убили энтруксиду, тогда квадрат вот этой dμφ записывается очень просто. Смотрите, это вещественная часть, поэтому это вещественная часть, а это минимальная часть остается. То есть dμφ, есть одна вторая, вот эта штука в квадрате, то есть dμφ в квадрате, плюс вот эта штука по модулю в квадрате. То есть q в квадрате, аμ в квадрате и Φ в квадрате. Вот то, что у нас остается от кинетического слагаемого потенциала в Лакранжане. Заметьте, что это пока что поля. Это поле, вот это поле, вот это поле. То есть у нас появляется такое хитрое взаимодействие между полем аμ и полем φ. Ну и последний шаг. Вот смотрите, раз мы говорим, что поле φ у нас приобретает вакуумное ожидание, то есть среднее значение по вакууму, это значит, что мы без каких-либо проблем можем переписать и вообще говорить φ как φ0 плюс некоторая добавка, и добавку я назову полем h, это и есть Хиггсовское поле, Хиггсовский бозон, что получится. И вот это вот такое представление я могу положить, например, засунуть сюда. Ну и вообще вот dμ. Значит, тогда вот dμφ, или пишите как одна-вторая, вот dμh в квадрате, потому что постоянная константа никого не интересует при дифференцировании, плюс q квадрат, φ0 квадрат, аμ в квадрате. Так, значит, φ0 плюс следующие слагаемые. Следующие слагаемые, в которых, например, есть h в квадрате, аμ в квадрате, есть h, φ0, аμ в квадрате и так далее. Вот это квадратичное слагаемое по полю ам, которое нас интересует. Значит, смотрите, что мы получили. Вот мы сделали два таких шага. То есть сначала мы убили фазу поля φ, а потом мы использовали тот факт, что поле φ имеет некоторое ненулевое ожидание во всем вакууме, поэтому слабые отклонения от него, то, что мы воспринимаем как частицы, можно просто дописать к нему и в первом приближении, в нулевом приближении вообще их выкинуть, и тогда у нас появляется квадратичное слагаемое по ам. Если у нас так, то получается, что вот эта квадратичная слагаемая и дает нам возникшую массу. То есть возникает вот такое вот слагаемое, которое мы прямо и интерпретируем как 1,2, но массу нашего бозона 1,2. То есть масса равняется Q на феноль. Видите, если бы феноль не было, то есть если бы во всем вакууме не было этого поля, если бы конденсата этого не было, тогда и массы бы не было. Появляется вот эта масса за счет того, что во всем вакууме разлив вот этот конденсат. Значит, смотрите, еще важная вещь. Эта масса, давайте я с него напишу, опорциональна вот этому заряду Q. Ну, слово заряд, что может быть данным значат заряд, но вообще говоря, это как бы константа связи нашего поля с той частицей, которая цепляется в поле, да? То есть в кровофотон. То есть заряд Q это сила, с которой фотон цепляется в поле, ну, в поле к фотону. То есть масса пропорционально силит сцепление поля у фотона, да, с полем хиксовского конденсатора. Вот это очень общая вещь, она сохраняется в стандартной модели, да? Ну и теперь то, что я немножко начал говорить, такая общая простая картинка, такая на пальцах, да? Вот что такое вообще сцепское поле? Значит, вот это вот некоторая штука, которая развита во всей Вселенной, да? Которая обладает таким свойством, что оно не мешает равномерному движению полей, частиц, чему угодно. Но если мы попытаемся ускорять частиц, либо высокое вещество, пытаемся ускорить его, да? Вот тогда это поле будет сопротивляться этому ускорению. Значит, оно будет противодействовать некоторой силой, которая пропорционально ускоряет. Если у вас сила пропорционально ускоряет, то значит возникает инертность, то, что мы воспринимаем как масса. Видите? Масса это некоторая динамическая вещь, которая как бы не была изначально заложена в теории, она возникла динамически за счет такой силы сопротивления, грубо говоря, вот этого хиксовского фонда. Тут и то, как можно на простых словах, человеку не сильно другому объяснить, что это хиксовский механизм. Эффект эфира получается некий, да? Только по-другому, так сказать, введенный в теорию. Ну, да, можно так сказать, но только это не тот эфир, который был светоносный эфир и так далее, да? Потому что эта штука не мешает равномерному движению. То есть при равномерном мы его не чувствуем? Не чувствуете, но никакой штуки. И она, видите, она может цепляться по-разному к разным частицам. И еще можно сразу же такой вопрос или замечание? Вот если мы все-таки сначала клантовали бы поле Фи, то у нас ничего бы не получилось бы до... Только там все сложнее. То есть обе степени свободы, если клантовали, и начальное поле Фи. Ну, да, чуть-чуть сложнее, да, все. Но там все получилось бы. Но получилось бы то же самое. Да, да, да. Понятно. Давайте сейчас немножко взглянем снова на вот это вычисление. То есть мы его в голове уже держим, да? Снова взглянем на это вычисление и поймем, какую роль здесь у нас играло калибровочное взаимодействие. То есть что было бы, если бы не было вот этого калибровочного взаимодействия? Не было бы поля Амин, да? И не было бы симметрии У1. Так, у меня производные стерки, да? Ну, ладно. Значит, если бы у нас этого поля не было бы вообще, да? Поля Амин, если бы мы просто ввели вот это поле Фи и все, да? То у нас было бы такое слагаемое. Фи, да? То выравнял уже его. Если я тем же самым способом переписываю Фи как Фи маленькое от Х на Евстике и Си. Ну давайте я сейчас немножко охитрее сделаю. Я напишу динутный Фи 0, подразумевая, что я уже работаю в той ситуации, когда у меня поля Фи приобретает вакуумные ожидания, то есть Фи. Вот. Я могу сейчас посчитать эту производность явно, да? Я пишу Е1 на корень из 2. Значит, сначала я дифференцирую вот эту вещь. Вот такую здесь динут. Фи, да? Потом я дифференцирую вот эту вещь. Плюс Фи на Фи. Динутный Фи. Вот то, что у меня есть. И умножить на Фи. Вот. И потом дописывать эту саму фасу. Все то, что бы у меня было. Если бы у меня изначально никакого гемодеза не было бы, никакой О1СЕ3 не было бы, а я просто бы взял и сказал, вот пусть у меня будет свободный электрон и это поле Фи скорее. Дальше. Если бы я эту штуку сейчас возвел в квадрат, а точнее давайте так, я сначала развожу относительно Фи 0. То есть я по-прежнему считаю, что у меня поле Фи. А что там у тебя? Фи от Х и Фи и Фи 0. Значит, смотрите, я еще раз говорю. Давайте я рассмотрю ситуацию, когда я уже знаю, что у меня Фи в квадрате. То есть у меня среднее значение поле Фи в вакууме и Фи 0. У меня висит потенциал такой, что у меня есть минимум 3 Фи 0. И относительно него я раскладываю. Эту Фи 0 я уже знаю. Он там из потенциала получается. Я просто перепарандеризовываю. Давайте хорошо напишу какую-то другую руку. Там Ж, например. Здесь тоже, кстати, Ж делить на Фи 0. То есть у меня есть поле Фи и поле Ж. Раньше у меня поле Ж исчезало совсем, когда у меня было это преобразование. Теперь оно пока что не исчезает. Дальше. Значит, смотрите, я раскладываю поле Фи относительно минимума. То есть Фи 0 плюс маленькая добавка. Маленькая добавка даст мне такие асцилляции. И теперь подставлю вот это вот сюда. Вот сюда. То есть здесь у меня получится dν х. Здесь у меня в первом приближении, я буду считать сейчас первое приближение, когда Фи приблизительно равен Фи 0. То есть в Фи 0, то получается плюс I на dν g. Износит ориене двух, dν g. Это есть ступень, как и раньше. Теперь я это снова взгляну в квадрат, потому что на бранжане стоит квадрат этой штуки. И снова вот эта вещественная часть, эта мнимая часть, поэтому она не возводится в квадрат. Получается dμh в квадрате плюс dμg в квадрате. То есть видите, у меня вот это поле g, которое раньше исчезло, исчезло потому что я его убил в калибровочном преобразовании, у меня такая свобода была, теперь никуда не девалась. Оно есть, оно есть, и оно остается вот в отранжане в виде кинетического слагаемого. Но при этом потенциалов по-прежнему нет, понимаете, потому что оно, это фаза. Фаза считает потенциалов, потому что потенциалов это какая-то штука по модулюю в квадрате. Но если у нас есть кинетическое слагаемое, значит это действительно настоящее динамическое поле, которое как-то двигает в пространстве. Но если оно отсутствует в потенциале, то есть если больше ничего кроме этого нет, то это значит, что у нас массовое слагаемое. Получается, что это безмассовое скалярное поле, которое называется Волтстоуновский бозон, которое возникает всегда во всякой теории, когда у нас спонтанно нарушается глобальная симметрия. В данном случае глобальная симметрия Волтстоуновского бозона. Значит, то есть роль калибровочной инвариантности, роль этой группы преобразования, которая у нас была, заключается в том, что мы убиваем вот этот вот Голлстоуновский безмассовый бозон, и вместо этого появляется у нас масса у калибровочного бозона, у поля амин. И, кстати, степени свободы сохраняются. Раньше у него не было продольной степени свободы, а теперь появилось, чтоб он стал массивный. Это вот Голлстоун превратился в продольный фото, которого раньше не было. Да, ну вот это стандартный подсчет степени свободы, что при каждом нарушении, при нарушении, в общем, если у нас есть сложная какая-то группа, которая нарушается спонтанно, тоже глобальная группа, то у нас при этом исчезает несколько Голлстоуновских бозонов, но все они снова появляются, то есть эти степени свободы динамически никогда не исчезают, все они снова появляются как третьи компоненты калибровочных бозонов. Третьи компоненты калибровочных бозонов означают, что бозоны становятся массивными, потому что безмассовые бозоны имеют только две проекции плюс-минус спины, а третья проекция возникает только у массивных частиц. Вот поэтому степени свободы, они все сохраняются. Значит, давайте здесь я еще тогда не договорил про фиксовский бозон. Вот смотрите, здесь у меня есть производная фиксовского поля, это кинетическое слагаемое. Когда у нас такая штука проявляется в Лагранжане, это значит, что это настоящее реальное поле, которое как-то бегает в пространстве, мы его должны теперь как-то учитывать и смотреть его массу. Масса это то, что возникает перед h2. Значит, она возникнет у нас из потенциала. То есть если бы мы сейчас расписали потенциал с точностью до второго порядка по h, то у нас получилась бы штука... у нас получилась бы лямда 0 в квадрате h2, плюс там слагаемые по постановлению hq, плюс слагаемые по постановлению h4. Так вот, вот эта штука переписывается как одна вторая массы вот этого хиксовского поля на поле в квадрате. То есть, видите, у нас получается, что фиксовский бозон имеет электромассу. Эта масса тоже связана с параметром, потому что есть симметрии, которые были. Это вот та частица, которая у нас остается после хиксовского механизма. Кстати, там есть в популярных таких рассказах небольшое недоразумение, неточность. То есть люди говорят, что частицы получают массу за счет того, что они цепляются к хиксовскому бозону. Но это не точно, это неправильно. Частицы получают массу за счет того, что они цепляются к хиксовскому полю, который разрыт во всей Вселенной. А бозон это уже дополнительная штука, которая плавает круглой по поверхности, то есть возмущение этого поля. Когда мы изучаем хиксовский бозон, мы, на самом деле, через него изучаем хиксовский механизм. Это то самое главное, что нас интересует. Но уже потом через хиксовский механизм мы пытаемся глядеть за пределственных моделями. То есть, получается, эта масса хиксов как-то связана со значением φ0, которая вообще... Конечно. Ну вот, нафиг. Следующую вещь скажу тоже в рамках вот этой абелевой теории. Значит, смотрите, если вы изучали кванту теорию поля, вы знаете, что фермионы описываются спиннерами, да? И обычно, с самого начала, мы вот пишем Дираковский спиннер. В самом элементарном курсе кванту теории поля сразу вводится Дираковский спиннер. На самом деле, то взаимодействие между электроническим полем и фермионом, который я написал, это как раз там фигурировали Дираковские спиннеры. Там было массовое слагаемое, которое записывалось не так. Где масса М, это масса фермионов, масса электронов. Пока взаимодействие у нас вот такое, значит, никаких проблем с фермионами нет. То есть массу можно написать руками прямо в лагранжах. Однако ситуация меняется, если у нас есть правые и левые спиннеры, которые взаимодействуют по-разному. И тогда ситуация портится. Почему портится? Ну вот, смотрите, чуть более глубоко, на самом деле, каждый спиннер можно представить себе как влевый спиннер для левого компонента. Левый белеский спиннер, правый белеский спиннер. То есть у него есть две ипостаси. Вот это слагаемое можно переписать через этот белеский спиннер так. Это части столбца или это просто... Нет, точка запеклой. Есть такое, есть такое. Так вот, эти степени свободы здесь перемешиваются. Есть левая, пси-правая. Плюс наоборот. Пси-правая, плюс пси-левая. Видите, они перемешиваются за счёт вот этого массового слага. То есть масса неизбежно перемешивает левое и правое. Ну это естественно, да? Потому что если у нас есть масса, значит есть система покоя. То есть мы можем частицу обогнать, двигаться чуть быстрее неё. Если она обращалась сначала как левая, то в обобном системе нам будет показаться... Пишите они крест и чёрточку уже. Да, бары там. Это Велевские спиннеры. Что? Это Велевские спиннеры. Для них не надо бар писать. А, это да. Вот. В один виблиотексе. Ну, это Велевский спиннер. Ну, это Велевский спиннер. Да, ну, ладно. Главное, что они перемешиваются. Все эти обозначения, там есть тонкости кучевого или спиннерной техники, да? Это не надо запоминать. Главное, что происходит. Пугает нас военные. Какие у меня-то случаи? Пугейлевский спиннер. Это не мой ростовик и пугайлевский спиннер. Дядя, плавно. Ладно, значит, смотрите, да? То есть это значит, что массовое слагаемое перемешивает левое и правое. И если у вас в теории левое и правое частицы взаимодействуют по-разному, а в стандартном модели они действительно взаимодействуют по-разному, потому что электрослабое взаимодействие, ну, S2 взаимодействует только с левыми, и ничего, то есть правое. Тогда вот эта штука будет нарушать нашу теорию. Поэтому мы не хотим тогда вот такого слагаемого. То есть мы обязаны класть массу равной нулю такой теории. То есть, видите, хиксовский механизм должен нам еще и породить массу фермионов, если это фермионы киральные. Так называемый киральный фермион. Извините за... Стандартные модели, они, к сожалению, такие. Так вот, и это тоже можно организовать с помощью того же самого хиксовского механизма. Для этого мы дописываем вместо массового слагаемого мы пишем взаимодействие между, скажем, полем И при этом нам, конечно, еще надо постулировать, вводить вот это поле φ так, чтобы оно имело все правильные квантовые числа, то есть, чтобы в целом было Гранджан, он был в январяне относительно всего на свете. Это сделать можно, потому что раньше стояла просто буква М. Буква М это буквы, это число, да? А теперь у нас некоторое поле, у которого есть какие-то квантовые числа. Ну и дальше все идет тем же самым способом, как и раньше. То есть, это просто дополнительная штука. Вот, в частности, у этого поля появляется вакуумное ожидание. Финоль. Вот, плюс Х. То есть, фиксовский базон. И каждое из этих слагаемых очень важно. Потому что первое дает нам константу умножить на массовое слагаемое. А второе дает нам взаимодействие фиксовского поля с этими фермионами. То есть, таким образом, у нас теория, которую мы изначально построили, и она была, или порочными вариантами, появилась сама собой после нарушения симметрии массы этих фермионов. И плюс появилось взаимодействие между фиксовским базоном и этими фермионами. С очень важным свойством, что сила взаимодействия, сила вершины, как бы говоря, где-то у нас фиксовский базон, и он распался на фермион-антифермион. Вот эта вот вершина, эта сила взаимодействия, она пропорциональна массе этого фермиона. Просто потому, что, видите, здесь никакого коэффициента относительного не стоит. Тот же самый Y, он дает нам и массу фермиона, и дает нам взаимодействие фермиона с фиксовским базоном. Это тоже характеристика, которая сохраняется в стандартной модели, настоящей стандартной модели. Она очень важна, и именно по ней мы будем отличать фиксовский базон от каких-либо других частиц, похожих на там службу. Так, значит, вот это вот то, что касалось Абельева-хиксовской модели. Сколько у меня времени осталось? 10 минут. 1 раз. А ты не сбудешь, когда начал? Я начал похожее. Ну ладно, я, в общем, буду двигаться, а посмотрим, да? Значит, смотрите, дальше. Электрослабая теория — это просто более сложная версия того же самого механизма. То есть у меня есть просто более сложная группа преобразований. Это группа U1 на SQ2. U1 у меня чувствует некоторую характеристику, называется гиперзаряд. БАК взаимодействует с 3-ми фермионами. Значит, дальше. Потенциал строится в ограниченке, что аналогично, только взаимодействие частиц с этими... А, да, сейчас количество степени сможет. Вот у Андрея Грозина была группа SU3. Ну, SU, Nc. И там возникало Nc2 из единицы частиц-переносчиков этого взаимодействия. Здесь, вот в этой группе, у меня можно подставить Nc равное 2, получается 3 частицы. Здесь одна частица. Поэтому у меня получается изначально 4 безмассовых бозона-переносчика взаимодействий U1 на SQ2. Эти поля, ну, вот эти поля, они появляются как варианты производных. То есть вот это Dm, которое раньше у меня содержало просто поле Амин, да? Теперь оно перебисывает аккуратно. Вот, оно там содержит слагаемый аппарсональный... Значит, что у нас есть? Генераторы, короче. Да, вот здесь вот давайте я напишу вот это. Пусть у меня будет поля АИТЫ, где I равняется 1, 2, 3. А здесь поля B. B' и АИТЫ. Поля B' это аналог моего поля Амин, которое там было. То есть это U1 поля, да? А АНЮ, которых 3 штуки, это поля Тереносчик S2. Здесь у меня, так, поля он здесь попал бы. Сейчас посмотрю. И здесь у меня уже взаимодействие с полем выйдет. Здесь заряд надо написать. Один из изрядов нужно вымерть. О, а, покажу. Вообще гиперзаряд. Гиперзаряд пополам. То есть вот смотрите. На самом деле в этой формуле заключено взаимодействие между частицами, полями, да, и калибровочными бозонами. То есть калибровочные бозоны из группы U1, вот на поле B' цепляется к частицам пропорционной их гиперзаряды. То есть некоторая величина, которую надо написать для каждого типа частиц. И всё. Эти правила установлены. Дальше там взаимодействие описывается по диаграмме. Взаимодействие тройки полей амю, амюбитых, с частицами, описывается вот в такой свёртках, где T, это вектор-генераторы группы SU2. Они тоже должны писаться для каждого типа частиц. То есть когда мы строим теории, мы говорим, что вот наши частицы, скажем, фербионы, там, кейсовские поля, они являются непровидимыми представлениями группы SU2. Значит, в этом приставлении можно писать генераторы и так далее. Это всё группы, ретикогрупповые штуки, которые здесь всё заходит. Очень классно, да, всё мило, удобно. Значит, можно записать полную электрославу Адгаджан. Ну, я не знаю, я не буду его сейчас писать. Потому что, по сути дела, дальше происходит всё то же самое. Значит, единственная тонкость. Единственная тонкость как раз уж берётся, наверное, отсюда, по-видимому. Значит, тонкость такая. Значит, хиксовское поле сейчас должно быть дублетом. Т.е. оно должно преобразовываться в данном представлении группы SU2. То есть, хиксовское поле, хикс, точность комплекция, должны иметь верхнюю компоненту, которую традиционно пишут Fu+, и нижнюю компоненту, которую традиционно пишут FiL. Ну, если плюс 0 не так принципиально, просто верхнюю компоненту и нижнюю компоненту. Значит, для чего это надо? это надо по следующей причине вот это взаимодействие между фирмионами стандартной модели и фиксовским полем которое тоже вводится в конженерной модели включает в себя левые поля, правые поля фирмионов и фиксовская поля взаимодействие с калибровочными базонами устроено так, вот постулировано это, кстати, тоже не очень хорошая вещь, с точки зрения уже моей что постулируется именно такое распределение между левыми и правыми фирмионами что правые фирмионы являются симблетами, они не чувствуют вот эту группу а левые фирмионы чувствуют ее и преобразуются по фундаментальному представлению этой группы ну, так мы постулировали ну, а раз так, значит поле Фи должно компенсировать вот этот дублет то есть у правых полей нету индекса еще одного, а у левых есть, да? да, да, да то есть это, значит, есть строчка, а это просто число то есть, ну, столярная функция, а это строчка, вектор а есть экспериментальные указания, почему так надо было сделать? я не знаю, как сейчас, что считать указаниями, понимаешь? мы строим, значит, разные варианты теории, а потом сравниваем с экспериментами в принципе, когда вот электрославу теорию только строили, там были триплеты и всякие разные модели из них делали предсказания для токов, для масс и так далее и выяснилось, что дублеты единственная теория, которая более-менее, ну, хорошо описывает всякие триплеты, они не работают то есть триплеты, они, если есть, можно дополнительно дописывать как какой-то вспомогательный, но самыми главными должны быть дублеты это просто личные степени свободы появятся, которых не надо, да? да не то, что личные степени свободы, там просто есть отношения, да, массы, там, ну, косинус угловая, значит, масса до боевого масса Z, вот, которая там в единичку сворачивается, отношение R отношения, да? да, и поэтому идут эти степени, да? это должно равняться единицей оно экспериментально со своей точностью равняться единицей в дублетах оно действительно получается единицей а в других степенях, в других представлениях оно не единица, а какой-то там существенно отличающаяся величина получается поэтому должны быть дублеты я просто думаю, может, ты хочешь сказать студентам, что там спин нейтрино померили оказав, в сути, рамы минус единички, поэтому стали брать на левых нейтринох, а это уже... а, как исторически это возникало, я не могу не помнить, потому что я сходу не подготавливал, а сходу не скажу ну, то есть были на это причины так вот, смотрите, дублет, да? значит, дублет Кейксовских полей, он тоже должен принимать только вакуумные ожидания вот, и вакуумные ожидания он принимает такое пишет единица, средний значительный вакуум здесь ноль, здесь b вакууме вакууме значит, смотрите, если теперь посмотреть вообще, как цепляется вот эта штука, вот этот вакуум, к калибровочным вакуумам вот смотрите, когда... здесь мы... вот смотрите, вот это вот производная d-минь, да? действует на поле φ то есть, вы представляете, поле φ это у нас столбик, ну, из двух компонентов, да? поэтому то, что здесь стоит, это матрица 2 на 2 ну, когда надо, она домножается на единичную матрицу, скажем, здесь единичная матрица 2 на 2 а здесь генераторы то есть, матрица Паули давайте напишу 0, 1, 1, 0 0, минус i, плюс i, 0 1, минус 1, 0, 0 а здесь тоже единичная матрица стоит вот смотрите, теперь давайте посмотрим вот это вакуумные ожидания какие эти квантовые числа чувствуют, а какие не чувствуют вот если я сейчас подействую вот этими генераторами, ну, вот этой вот всей частью безпроисводных на вакуум, да? то я что увижу? я увижу, что вот эта матрица перебросит вакуум куда-то то есть вакуум не имеет нормального вот этого квантового числа которое стоит перед матрицей σ1, да? перед Т1 вот, он не имеет нормального квантового числа здесь потому что он не наваляет всегда этого он, как бы, инвариантно относительно вот этого преобразования, да? то есть вакуум сохраняется, когда мы подействуем на него генератором D3 но, правда, у него будет некоторое ненулевое собственное число то есть в вакууме есть определенное значение генератора D3, да? то есть поле А3, амин 3, но только с ненулевым коэффициентом а также поле B тоже с ненулевым коэффициентом то есть можно теперь на таких простых словах сказать так что вакуум, видите, он нарушает фактически все то есть он нарушает электрослабые все квантовые числа и нарушает вот это то есть в вакуум может утекать квантовое число гиперзаряд в вакуум может утекать все эти квантовые числа, связанные с калибровочной группой единственная штука, которая туда не может утекать то есть которую вакуум действительно не чувствует это определенная комбинация вот этих, вот этой T3, которая здесь стоит ну, T3, T3 и вот этого гиперзаряда то есть можно сейчас написать определенную комбинацию G, T3, да? по определенной комбинации между ними, которая полностью скомпенсирует нижнюю компоненту здесь вот матрица единично стоит, 2-1 ну, то есть если взять эту матрицу плюс эту матрицу, то получится у нас такой генератор такое воздействие на вакуум, которое вакуум просто не почувствует то есть и вот это та вещь, которая T3 T3 на самом деле, ладно T3 это не только число, да? то есть матрицы они здесь находятся вот T3 плюс гиперзаряд пополам который мы называем зарядом гиперзаряд это вещь, которая связана с зарядом мы называем зарядом и именно этот заряд, электрический заряд, равен нулю в вакууме то есть вот такая комбинация она обладает этим свойством, что в нее, в принципе, утекают все эти простые степени свободы за исключением определенной комбинации T3 и гиперзаряд которая сохраняется то есть этот вакуум сохраняет электрический заряд вакуум нейтральный вот а все остальные квантовые числа нарушаются вот поэтому на уровне глуп мы говорим так, что вот была у нас электрослабая симметрия относительной группы О1 пиомик на СУ2 вот и от нее осталась только одна симметрия, связанная с этим зарядом электрическим которую мы называем О1 электромагнитным электромагнитным вот значит если у нас сохранилась вот эта симметрия у нас калибурочный симметрия у нас сохраняется один безмассовый калибурочный бозон это фотон то есть он остается безмассовым все остальное оно там как-то перерешалось и оно стало массивным вот времени у меня мало но не менял просто сейчас крапку скажу что получается то есть вот это вакуумное ожидание поля Фи дальше вот помните, как мы там считали мы писали разложение поля Фи относительно вакуумного ожидания то есть писали, что поля Фи сравняется на 1 на 2 напишу Фи 0 плюс а дальше отличие так вот, сейчас у нас это столбик уже поэтому я пишу 1 на 2 0 В и теперь отличие от этого вакуумного ожидания здесь у меня 4 степени свободы давайте напишем H1 H2 H3 H4 то есть у меня есть 4 степени свободы на дублетах потому что дублет это верхняя и нижняя компонента каждое из них это комплексное поле то есть имеет 2 вещественных поля есть 4 вещественных поля здесь я это все так же как и раньше подставляю на бренджан дальше использую калибровочную симметрию для того, чтобы сделать хитрое преобразование к этому полю и убить 3 степени свободы то есть я приму 3 степени свободы потому что у меня нарушаются 3 из 4 степени свободы в группе преобразований я их могу использовать, они у меня исчезнут я их могу использовать, чтобы губить вот эти поля дополнительные после всего этого у меня останется только хиксовская поля то есть у меня останется 0V плюс хиксовская поля здесь плюс вот я это все-таки очень хратко вот дальше были вычисления которые показывали, как именно перемешивается перемешивается третья компонента в этой тройке АМЮ, то есть АМЮ третья с полем В и возникает определенная комбинация так, давайте сейчас я хорошо это делаю то есть помните, что масса тройковочных полей возникает тогда, когда я преобразую вот эту штуку и потом подставляю эту штуку в квадратик и потом подставляю размножение и относительно минимум если сейчас это все проделаю то у меня останется в квадрате там на 8 здесь у меня будет определенная комбинация поля третьего с полем В квадратик то есть из четверех степеней свободы, которая у меня есть, это поля 1, 2, 3 и В в производную входят только три комбинации только один в квадрате, а два в квадрате и вот такая вот штука а ортогональные штуки отсутствуют здесь значит, ортогональные штуки отсутствуют значит, ортогональные штуки отсутствуют ну, и остаются значит, это в космосе того, как мы поставили вакуумное ожидание то есть квадратичное это слагаем по поле значит, четвертая комбинация, которая существует означает, что у нас нету массы у этой четвертой комбинации а у этих масса есть и вот оно написано то есть, если мы обозначим теперь вот это вот поле как корень из двух на W в минус, скажем, да а вот это вот поле обозначим через Z это надо вынести общий значит, смотрите, в этой ноте стандартно пишут так что G, это есть некоторая ноте стандартно будет G с чертой, которая есть квадрат, G квадрат, G штрих квадрат значит, напомним, что G и G штрих это константы связи двух типов взаимодействий U1 и S2, которые изначально были нашими теориями вот они как-то объединяются здесь потом G переписывают как G с чертой на косинус это синус косинус косинус углов Альберга то есть некоторые гличеви, которые показывают кругов Альберга а здесь у нас синус углов Альберга тогда смотрите, здесь у нас получается косинус этого поля минус синус этого поля то есть такое повернутое поле вы можете представить себе визуальную картинку на двумяной плоскости раньше было поле M3 и поле Bm потом как-то повернулось в некоторый угол вот, и получилось на два поля вот та комбинация, которая здесь записана это в эту сторону получается в эту сторону поле Z мы заем, а здесь поле фотонов поле фотонов это амил амил это не то амил, а амил это амил, а просто амил это фотоны то, что там остается и мы заемли в эту сторону переписываем как 1 2 значит масса Z базона на поле Z плюс 1 2 значит масса W базона на W мю плюс W мю минус это вот именно те выражения, которые получаются у нашего расчета и они дают на массу Z базона эти массы выражаются через вакуумное ожидание W2 и через константы взаимодействия SO2 и O1 теории вот значит смотрите, на самом деле вот здесь много что измеряется экспериментально то есть экспериментально, видите, мы мы имеем слабые взаимодействия по которым мы знаем, что они характеризуются минуской энергии константы Z и Gm на положении, конечно, что у нас выполняется универсальность которая прекрасно проверит вот у нас есть константы действительно электрического взаимодействия то есть заряд электронных, который мы тоже можем примерить у нас есть вот и у нас есть один свободный параметр который в теории пока что был свободный вот этот угол поворота но когда люди начали фитировать экспериментальные данные они получили более-менее такую оценку на угол Вайнберга если этот угол Вайнберга известен тогда все остальное тоже вычисляется и вакуумное ожидание вычисляется и G вычисляется и G-стрих вычисляется в общем все вычисляется вот и это вот сразу же еще до открытия уголевые Z-бозонов когда вы примерно все посчитали когда их открыли тогда все уж совсем точно было посчитано вот и вот по кругу говоря это вот Хиггсовский механизм стандартной модели которую я очень сильно сжал да на прозрачках он будет чуть попробнее значит дальше вот у меня несколько минут осталось да я скажу такие вещи в принципе есть большая тема про свойства Хиггсовского бозона а то как его открывать какие у него должны быть свойства я это не касаюсь это вот феноменология которая зависит от коллайдера то есть это большая тема то что я хочу сказать это что даже пока мы не открыли Хиггсонский бозон все равно есть некоторое увеличение чистотеоретическое на его массе то есть масса не может быть абсолютно произвольной то есть в теории масса не предсказывается то есть в теории масса свободный параметр потому что масса берется в том числе из-за константы лямбда в четыречном потенциале люди константы мы совсем не знаем вот но есть теоретические аргументы почему лямбда не может быть совершенно произвольной вот я сейчас очень кратко скажу например про ну два из них значит эти ограничения называются ограничением на пертурбативную унитарность и ограничение на стабильность вакуума значит вот Андрей уже вам рассказывал хорошо про то что константы то что параметры лагранжаны меняются с масштабом на котором они измеряются вот в нашем случае например у нас есть константа четыречного взаимодействия уже финсовским она называется и она будет зависеть после того как мы вот распишем теорию начнем она будет зависеть от того масштаба на котором она берется обычно этот масштаб берут энергии виртуальности тех процессов тех частиц которые у нас фигурируют то есть она может меняться так вот вот эта лябда здесь имеется уровень для того как меняется эта лябда меняется определенным образом потому что она получается из взаимодействия с другими частицами здесь есть разные варианты значит если эта лябда изначально изначально это значит что при теории при нумерке несколько сотен газов слишком маленькая что скажу если лябда слишком маленькая то с ростом энергии с ростом furious она становится все меньше и меньше и в какой-то момент она становится отрицательной и это совершенно бор then потому что если лябда отрицательная минус что-то в квадрате и минус что-то в четвертом то есть потенциал у нас сваливается вниз то есть это значит что вообще вакуум рушится надо же вакуумы в теории равно вообще безобразить помните Т.е. теории нормальной нет в этом случае. Поэтому, если мы хотим, чтобы... Если λ изначально, то значит, что прямой порядка, сколько игр было слишком маленьким, то оно дальше стремится вниз. И пересекает 0 где-то там. Если оно чуть побольше, то оно стремится вниз, но пересекает дальше. Т.е. мы говорим, что если мы хотим, чтобы наша слабая теория работала до такого масштаба, то это значит, что λ не может быть меньше, чем некоторый предел. Потому что если она ниже этого предела, то теория не будет работать до такого масштаба. А λ потом пересчитывается в массу х-склабазона, и получается ограничение снизу на массу х-склабазона. Это стабильность вакуума. Значит, дальше. Есть такая другая штука, называется персурбативная унитарность. А я потом нарисую общую факту. Я просто сейчас рассказываю о том, что это за два... Персурбативная унитарность. Значит, конечно, времени мало, поэтому кратко скажу так. Значит, смотрите. Вот у вас есть теория возмущения. В теории возмущения вы рисуете диаграмму и говорите, что в начальном состоянии сталкивается, он поражает ограниченное состояние, а в промежутке у вас там как-то частички перескакивают. Вот то, что у вас перескакивает, вы раскладываете в ряд по теории возмущения. В каждом члене теории возмущения есть какая-то константа связи. Причем, чем больше член теории возмущения, тем константа связи подводится в большую степень. Если константа связи слишком большая, то ряд теории возмущений просто рушится. Но рушится в том смысле, что если мы посчитаем все на самом простом, в самом простом древнестом приближении, получим какой-то результат, то мы никак не можем удоверять. Он просто ничего для нас не значит, если константа связи, скажем, в десятках. Поэтому вот здесь мы говорим, что теория в том виде, в котором мы ее формулируем, и умеем использовать, перестает работать, когда константа связи становится большим. Значит, вот эта лямбда. Она как раз очень сильно влияет на то, как рассеиваются друг с другом продольные поляризации приборочных бозонов. То есть, например, вот рассматриваем такой процесс. Дублевый плюс, дублевый минус. Причем продольные поляризации их рассеиваются. Не поперечные, а продольные. Пусть они, например, рассеиваются просто друг с другом. Оказывается, что если посчитать, в таком процессе у нас амплитуда такого процесса растет с ростом лямбда. То есть, если лямбда становится слишком большой, то амплитуда становится очень большой. Она становится такой большой, что буквально в древесном приближении она превысит унитарный предел. Унитарный предел значит, что вероятность станет больше 100%. Такое быть не может. Это, естественно, означает, что более высшие поправки полностью меняют картину. Мы их считать только не умеем, скажем так. И поэтому мы просто не можем доверять нашей теории. То есть, мы не знаем, как сформулировать теорию, когда лямбда становится слишком большой. Это означает, что лямбда должна быть меньше, чем нечто. Это нечто. Поэтому возникает ограничение на массу фиксовского бозона. Потому что масса фиксовского бозона связана с лямбой. То есть, масса фиксовского бозона меньше, чем тогень из 8π на V, что дает величину порядка 800g. То есть, это значит, что если мы не открыли фиксовский бозон от 114 и до 800 примерно, то это значит точно, что стандартная модель, которую мы сформулировали, не работает. То есть, работает, точнее, стандартный хиксовский механизм не работает. Хиксовский механизм будет какой-то ненормальный. Но он должен быть в любом случае, потому что нам надо как-то нарушать электростарную силу. Это ограничение можно даже чуть-чуть усилить. Там меньше примерно 700. Если рассмотреть процессы не только такие, но и чуть более хитрые. Но еще важно то, что вот эта лямбда, которая здесь, если она изначально была достаточно большим, она начинает расти уже и с ростом μ. То есть, если даже здесь оно, скажем, еще меньше нужного ограничения, то при некоторой большой мерке оно может стать снова больше. То есть, видите, получается, если мы хотим, чтобы наша теория работала вплоть до какого-то масштаба, мы должны говорить, что наша лямбда, а значит, и масса хиксовского обозона, не может быть меньше, чем что-то, и не может быть больше, чем что-то. То есть она должна лежать в таком небольшом интервале. Потому что иначе стандартная модель в том виде, в котором мы их сформулировали, с этим минимальным хиксовским механизмом работать не будет. Это минус 10, значит. Давай картинку сейчас нарисую. И вот картинка на ограничение по массе хиксовского обозона. А здесь масштаб мю, до которого мы хотим принести. Есть наш обычный масштаб один пир. Здесь планковский масштаб. Здесь и сколько? 19 пир. И картинка примерно такая. Вот эта вот область, которая может принуться очень далеко, это область между 130 и 180 г. Если хиксовский обозон попадет сюда, то это называется кошмарной сценарией. Кошмарной почему? Потому что, смотрите, если мы открыли хиксовский обозон в массу 400, это означает автоматически, что совсем недалеко за одним делом что-то точно должно начаться, совсем новое. Стандартная модель с минимальным хиксовским организмом уже не может там работать. Если же масса хиксовского обозона будет между 130 и 180, нам вообще ничто не мешает тянуть это вплоть до планковского масштаба. То есть у нас не получается никаких экспериментальных указаний на то, где должна быть какая-то совсем новая физика. Поэтому мы надеемся, что масса не попадет сюда. То есть она должна попасть, а то есть не должна попасть вот в эту вот... То есть если она сюда попадет, тогда попадет, никто ничего не расскажет. То есть придется жить с этой старой, но верной женой дальше, да? Никакой новой молодой девочки не будет. Понятно. Посмотрим. А Теватрон потом говорит. Спасибо большое. Вопрос, пожалуйста. Теватрон какие-то дает ограничения сейчас? Ну Теватрон искал, искал, пока ничего не нашел. У него ограничения 158 на 175 и сильно душен, взлетный смутник. Но там 158 на 175 исключено на 95% А нижний предел? Нижний предел из теории вообще такой. Вот здесь? Да. Здесь, по-моему, в районе сотни что-то. То есть, в принципе, то ограничение, которое у нас сейчас есть, это 14, позволяет нам тянуть, в общем-то, более-менее в область много Тев. То есть, если хихстанский бозон будет 115, то теорию можно тянуть, ну имеясь картинка более красивая, если. Вот. 115 если. Вот. И можно тянуть аж до миллиона Тев. До миллиона Тев. До миллиона Тев нужно тянуть. Подобрать параметры, так? Ну подобрать, наверное, всегда можно. Вот. В стандартной модели, по-моему, параметры подбирать трудно. То есть, в принципе, если подберете, то какую-то совсем-совсем ускорбость параметров. Вы можете в модели за пределами стандартной модели подобрать, найти широкий класс модели. Мы живем в нестабильном вакууме, но его время жизни очень-очень большое. Такое, в принципе, можно найти за пределами стандартной модели. Потому что на модели есть еще ограничения просто из-за пика, которые вы просто не считаете сейчас. Ну, смотря, ограничения на что? На массу х. Не, ну это экспериментальная ограничения. Это чисто теоретическая. Ну да, да. То есть, что с лёгой поход будет? Расходить? Просто. Тут просят разрешить параметры, но для того, чтобы разрешать, надо помнить. Ну, там суперсиметричное какое-то расширение еще. Ну, на следующей лекции чуть-чуть расскажу, но не про него. Но про другие модели с запределами стандартной. Так, студенты, может быть, вопросы не будут? А, давайте я скажу только какую вещь. В принципе, я сейчас здесь все очень кратко рассказал, все как бы скомкал, да? Но есть несколько книжек, обзоров, которые вот это все очень разровно-педагогично. Самый, наверное, такой простой, который надо помитомендовать, это книжка Окуня, электронные кварки. Вообще, во всех книжках последовательность тем такая. Вот смотрите, стандартная. Начинают все с вещественного скалярного поля и рассматривают глобальную симметрию. Аккуратненько ее расписывают, что-то там фонбит. Для вещественного получают спонтанное нарушение дискретной симметрии. То есть такой потенциал, у меня там два минима тут и тут и так далее. Следующая тема – это когда комплексное скалярное поле и глобальное О1-симметрии. То, что я в середней лекции так упомяну. Следующая тема – это когда у нас есть несколько взаимодействующих скалярных полей, и так далее в неабилевом глобальной симметрии. Там формулируется теорема Голстона, в том, что для каждого нарушенного генератора появляется голстоновский газон. Следующая тема – это когда переходят уже к локальной симметрии, то есть к калибровочной симметрии, и рассматривают абилево-хиксовскую модель. Это простейшая модель для настоящего хиксовского механизма. Потом еще более сложная тема – это когда переходят к неабилевым взаимодействиям, тоже ближе к стандартной модели, тоже к локальной неабилевой симметрии, и заканчиваются стандартной моделью. И вот в такой последовательности это очень хорошо, глубоко и неизложено. А первоисточник – это лекция Берестетского. Вот так вот. Оттуда, наверное, все придет. Да? Ну, да. Какие еще вопросы есть у нас? Можно совсем глупый вопрос? Ты когда считал число переносчиков, у тебя там формула такая – это квадрат минус один, да? Да, это и я считал, там и игровой. Замечательно. А когда SU2, там все понятно – 4 минус 1, 3 – все нормально. А когда U1, там будет как один переносчик на треносчик. Это не SU1. Это O1. О1, да. О1, да. О1, да. То есть у… У, да. Есть ровный галецентрограмм. Игорь, а вот ты можешь на пальцах объяснить, почему когда нарушается глобальная симметрия, возникает безмассовая частица Голстома, а когда локальная, то возникает аж тяжелая частица. Ну, я попытался, не так, чтобы на пальцах, попытался сказать, что если у вас есть локальная симметрия, это очень мощная симметрия. Она позволяет много что убить. И вот ее как раз хватает, чтобы убить вот это движение вдоль потенциала, вдоль этого минимума. То есть… Под дну чашки, что ли? Да. Мы убиваем это движение. Мы не чувствуем этого движения. Почему нет предельного перехода, когда у нас… А как предельный переход между глобальной и локальной симметрией? А вот я и говорю, если у тебя есть локальная симметрия, но которая так слабо зависит от х, что почти все глобальная. Главное пишем предприятие. Так, то есть мы уже сделали работу. Так. Еще вопросы? Можно тоже? Вопрос. А почему у нас все переносчики взаимодействия с бозонными фермионами? Би-векторными. Значит, бозоны. Ну, почему бозоны, ну, это понятно почему. Потому что вы не можете просто так излучить один фермион. То есть, что такое частица-переносчик, это когда летит нечто и излучает силовую частицу. Да? И эта силовая частица несет какую-то там свою имя. Излучить фермион просто один сам по себе нельзя. Одну из цитекса. Вот. Конечно, можно говорить там о том, что, а почему бы не излучить два фермиона? Ну, вот, таких вот симметрических в природе нет. Нет? Сложно считать. А? Считать будет сложно. Нет, если в природе такое было, да? То, может быть, надо было бы еще. Вот. Почему не скалярное, а калибровочное? Ой, векторное поле. Так. Ну, потому что, вот смотрите, по калибровочному принципу оно вводится как в взаимодействии? Оно вводится в качестве удлинения производного. Да? Ну, плюс нечто. Ну, плюс нечто. Плюс нечто. Вот это нечто зависит от икса. Оно тоже должно внести индекс μ. Вот. И оно, дальше, имеет химетическое слогание. То есть оно становится реальным, ну, настоящим полем. Да? Это поле, просто там, квантование превращается в поле переносчиков частиц. То есть мы рисуем в диаграммке и видим, что это поле отпочковывается от одной частицы, проявляет от другой. И это дает нам силу. Поэтому оно должно нести индекс μ. То есть оно получается вектором. А можно сказать, что групповая структура, структура группы диктует на самом деле? Переносчики? Наверное, можно расшифруть эту фразу для меня. Ага. Ну, там неводимое присоединенное присоединенное присоединенное. Наверное, такие подтверждения можно так компактно и так абстрактно сформулировать, математично. Суперсимметрией переносчиком выступает фермен. Он не переносчик? Какой он переносчик? Глина. А? Глина. Так, просто частица, почему переносчик он не переносчик? Переносчик такой. Там не отличается фермен от бозона. Ну, в определенном смысле, наверное, В каком-то определенном смысле можно выучать. Переносчики и не переносчики, это тоже условное разделение, да? Почему? Ну, в принципе, можно... Ну, все выобразили, что у вас реальная частица дуболевой бозона, и она за ним обменивается электроном. Ну, у тебя там вины всякие есть, там вины... Да я даже без... Ну, мы начинаем, что материю. Частица переносчик, это тоже материя. Да, да, да. Поэтому он так называется. Значит, смотри, частица переносчик, она не должна полностью портить частицу, от которой она приедет. Нет, это понятно. Если у тебя дуболевой бозон излучает частицу переносчик электронов... То, что сейчас говоришь, по-моему, это означает, какой тип взаимодействия ферменов и бозонов. Вот такой, который не портит. А кто из них частица, а кто из них не частица. В нашем мире свезло так, что мы из ферменов состоим. Поэтому мы себя приписываем к мотиве. А все остальное, значит, не материя. А если вы были ворон, да. Может быть, за окном, в Байкале, там наоборот все. Там летает. Они там из ферменов живут, а для них фермен — это экзотика, которая имеется. Ну, мне кажется, это... Из глюонов ферменов. Ну, да. Кто еще вопрос? Ну, вот такой вопрос, может, тоже глупость. Вот мы там сказали, что там поле у нас это вот есть, там разлито оно везде. А как оно, скажем так, с гравитацией, как это связано? Гравитацию я не обсуждаю. Нет. Это вообще, когда начинаешь включать гравитацию, то целый новый круг задач, целый круг проблем возникает. Ну, мы же про массу что-то говорим. Значит так, не надо путать эту вещь. Значит, смотрите. Есть теория относительности, которая говорит о том, что элементная масса и гравитационная масса равны. Поэтому, когда у вас появляется Хиггсовский механизм, то он вовсе там не изменяет гравитацию никак. Понимаете? Он превращает тензор энергией, то есть немножко недоизвиняет так, что вот часть энергии становится массой. Но эта частица, которая раньше была без массы, а теперь массивная, когда она движется, она все равно гравитацию и чувствует, и создаёт. Потому что гравитация, она не к массе прицепляется, а к тензор энергии. Поэтому не надо считать, что Хиггсовский механизм порождает гравитацию. Нет. Можно сказать, что это инертная масса. Это инертная масса, да. Но дальше используйте ее относительность, что там, инертная энергия с гравитацией. Я просто хочу сказать, что есть такое недоразумение. Некоторые считают, что раз он порождает массу, дальше порождает гравитацию. Нет. Хиггсовский механизм не порождает гравитацию. Гравитация как была до него, так осталась. Просто теперь энергия, импульс, которая раньше существовала в одном виде, теперь будет существовать в другом виде. Скажем, частицы можно остановить. Энергия гравитирует тоже. Да, да, да. Вот и весь ответ. Энергия-то она вплата, наверное, дает, да? Это я не обсуждаю. Вот это успеящее гравитация, я это не обсуждаю. Аня. Вопрос, глядя на формулу, написанную справа на доске, для фирменов, почему взял демю в производную на гамма, ну, демю минус какое-то скалярное поле на гамма-мю? Ну, с точки зрения Лоренсон-вариантности, вроде ничего не должно испортиться. Демю завел гамма-матрица. Демю на демю минус фи гамма-мю. Фи гамма-мю. То есть матрица здесь, что ли? Ну, да. Вместо векторного поля. Вместо векторного поля. Значит, секундочку. Гамма-матрица, это не просто матрица, да? Это вообще-то объект, который имеет два спинерных индекса. Здесь у нас спинерных индекса нет. Ну, единичная матрица, да? Это не единичная матрица, он разный спинерный индекс, я не знаю, в пространстве. Вообще-то. Мы, конечно, пишем альфа-бета, но, на самом деле, это разные индексы, они без разных пространств. А, это самые пускирные, не пускирные? Ну, вот я второй предприниматель готов. Ну, это мы с тобой вместе. Я не справился. Естественно. Я отвечу тоже вот вопросом, раз тут все такие специалисты, в почитании этих производных нулевых. Зачем, вот смотрите. Вот у нас есть этот потенциал, да? Для того, чтобы он не вносил темную энергию Никола Влада, ручками мы можем, действительно, сместить ось так, чтобы в минимум это было ноль, да? Тогда все хорошо. Но этот потенциал, как я там упоминал, он же во время эволюции Вселенной, на самом деле, эволюционер, в какой-то момент он был вот такой. Пожалуйста. Ну, это момент был, когда у тебя было очень горячо. Да. Ну, вот это-то значение какое. Ну, что в чем проблема? Это электрослабо-плотность энергии. Это тот момент, когда у тебя было так горячо, что и так Вселенная была выполнена электрослабо-плотность энергии. То есть, хочешь сказать, он просто давал маленький вклад? Я не знаю, как это сказать. Я думаю, что он... Есть никаких противоречий инкитивных лиц. Я думаю, он с эволюцией бы давал этот самый большой вклад в эволюцию Вселенной, на тот момент. За счет реакции? За счет вот этого вот вклада в темную энергию. Активный круг вопросов. Нет, окей. Это, я согласен. То, что ты излагаешь, да, это вот есть вот стандартная модель. Да. Это все замечательно. Но просто, если попробовать действительно это все тиснуть в круг выходящий немножко за рамки двух электронов, которые вращаются, так сказать, вокруг друг друга, а во Вселенной, то сразу видно, что это как-то концы с концами трудно урезать. Почему ты решил, что такое у тебя потенциал? Ну, он действительно так меняется. То есть, вот эти самые... Ну, космологов там оно... Нет, у космологов там всякая активность сложнее. Нет, это не космологи, это еще просто горячая Вселенная. Там, скажем, в момент, когда у нас электрославная семейшая за счет температуры... Еще не нарушена, да? Не нарушена, да? Ну, хорошо. Это тот момент, когда у нас действительно была электрославная плопость энергии тепловая во всей Вселенной. Ну, то есть, это поддвижение неких глян, да? Да, еще было, что очень жадкое, но гравитационная энергия притяжения была очень низкая. То есть, которая могла компенсировать эту штуку. То есть, вообще говоря, если уж на таком наивном представлении, да? Смотри, то вот раньше у нас все было очень компактно, то есть, гравитационная энергия притяжения была очень глубокая и низкая. Плюс это все было очень быстро и поэтому горячее. То есть, тепловая энергия была высокая. И это все компенсировалось. Эта компенсация оставалась сейчас. То есть, сейчас она почти налевая сама по себе, да? А раньше она компенсировалась, потому что была очень большая модуль отрицательной энергии гравитации и большая тепловая энергия. То есть, это никакую новую проблему не создает, но это, конечно же, не отличается на вопрос, как считать все-таки гравитацию. Окей. А можно вот вопрос из-за того, как вот сейчас нарисовано два потенциала, как один к другому переходит со временем? Есть температура, люди считали температурные поправки. То есть, прямо, может быть, для произвольных температур, я не знаю, считали или нет, но в качестве поправок, то есть, в области очень мало температур, в области очень-очень больших температур. Там есть, конечно, проблемы с конкретным описанием фазовых переходов, но это отдельная проблема. Ну, вообще говоря, да, примерно известно, как изменяется этот потенциал. При какой-то температуре происходит вот это нарушение, появляются два минимума. Это температура фазовых переходов, когда они только что появились. То есть, там есть члены по пациентам Т в квадрате, есть члены Т в кубе, есть какие-то еще более сложные слагаемые. Но симметрию можно иначе восстановить. Пускай он в двухгорбый, но надо на высокий уровень добраться, и все. И сверху симметрия опять есть. Ну, это значит, что вы создаете такую мощную концентрацию хиксовского поля в пространстве, что у вас уже речь идет про частицы отдельные, а про квазиклассическое поле очень-очень мощное напряженное в пространстве. То есть, что вы находитесь здесь? Да. Еще вопросы есть? Да, давайте еще раз. Офи, брейк, 10 минут. Брейк, легко.